МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственно, начальником администрации Одесского порта. Зачем вам в горсовет-то? Одесский порт традиционно достаточно активно участвовал в жизни города. Это и забота о ряде детских учебных учреждениях, лечебных, на волонтерской основе мы оказывали. И вот считаю, что просто необходимо, более того, это западный абсолютно опыт, когда представитель крупного предприятия и порта, в частности, входит в муниципалитет, в муниципальное собрание. Это важно, на мой взгляд, понимать, как происходит работа в городе, в ней участвовать. Более того, я считаю, что мы можем поднять ту работу и административно, и отношенчески, что тоже немаловажно, в части уже конкретно 20-го округа Малиновского района города Одессы. 20-й округ, это на Черемушках, там, в принципе, такой полквартала между генералом Петрова, Гайдара и СХ Карабина, да? Сколько там человек живет? 25-й Чапаевской дивизии, 10 900 человек. 10 900 человек. Вот на Черемушках. Как вы себе представляете развитие этого округа, уже без порта, да, с точки зрения городской инфраструктуры? А там не идет речь о развитии. Речь идет о том, что привести в порядок то, что есть. К сожалению, большинство домов изначально планировалось... Я сам прожил на Черемушках почти 15 лет. И я знаю проблемы того района. В общем-то, это было один из тех пунктов, почему был выбран именно Малиновский район. Большинство домов было рассчитано на 25 лет, домам уже по 50 лет. Прилегающая территория, освещение, асфальт, грибок в парадной, текущие крыши, текущие трубы. Все это сегодня наличествует в этом районе. Проблемы жильцов одни и те же. Особенно их пугает еще и нововведение в законодательстве на тему того, что они будут отвечать за состояние всей этой инфраструктуры. Все это вкупе дает основания полагать, что нужно привести в порядок то, что есть. К развитию можно говорить уже будет чуть позже. И хорошо, а как вы, как депутат Горсовета, или как Горсовет в целом, может решить этот вопрос? Может, но постоянно. Чем может помочь депутатское собрание? Очень сильно может помочь. Дело в том, что не везде сегодня система, к сожалению, отрабатывает так, как положено. Я имею в виду в ЖЭКе, я имею в виду некоторые райадминистрации и так далее. Люди не слышат иногда ответов на свои призывы о помощи. И вот это самое, что плохое, плохо, это то, что настораживает, скажем так, мягко говоря. Поэтому депутат должен стать именно тем человеком, которому люди будут апеллировать со своими проблемами. Депутат должен быть доступен. Я считаю, что круглые сутки необходимо быть на мобильной связи с помощниками, с тем, чтобы люди могли со своими проблемами быть услышаны. А депутат имеет право это озвучить на сессии горсовета, которая проводится раз в месяц, сказать об этом. Имеет административную возможность достучаться вплоть до первого лица в городе. Как вы провели свою компанию на округе? Встречались с людьми, ставили детские площадки, может быть, гречку раздавали. Как вы работали? Мы не раздавали гречку, мы не раздавали ничего в обмен на голоса. Встреча изначально была принята, я считаю, идеальная модель проведения выборов вот так, как она должна проводиться в идеальном обществе. Это личное рукопожатие, это личная встреча и беседа с каждым. Благодаря этому, наверное, я считаю, что нам получилось убедить, пусть не такое большое количество людей, но общаться с людьми в массах, я считаю, что это непродуктивно. Нужно услышать проблемы каждого. Несколько недель я ходил по округу, по несколько часов в день, я специально для этого ушел в отпуск и общался с людьми. Мы записали толстую тетрадь проблем, которые должны на постоянной основе решаться в округе. Для этого у меня есть желание, есть команда, есть совесть у команды с тем, чтобы уже, будучи в другом статусе в городе, в каком бы то ни было статусе в городе, лучше всего, конечно, в статусе депутата, эти проблемы постепенно решать. Эти проблемы, к сожалению, ЖЭКами не решаются. Проблемы в основном по ЖКХ? Да. Ну, например? Да. То, что я уже перечислил в начале эфира, вот это... Крыша, отопление, аппарат. Да, грибок. Но люди живут иногда в очень плохих... Есть и новые дома, относительно благополучные дома, ухоженные дома. А есть дома, в которые страшно зайти. Я не представлял, честно говоря. Мне казалось, Черемушки, честно говоря, более-менее благополучный район. Я там давно все-таки не был так детально, как в этом году. И наткнулся на такие места, в которых раньше не было. Такие дома. Люди нехорошо живут. Эти выборы у нас очередные. Прошло пять лет после предыдущих. Каденция городского совета подошла к концу. Сейчас в основном идут новые люди, но и старые люди, которые там тоже работали, тоже идут в горсовет. Эта система поменялась очень кардинально. Как вы можете оценить работу вот этого созыва горсовета, который сейчас заканчивается? Вы знаете, я никогда не говорю о людях плохо. Кроме того, на мой взгляд, на самом деле, объективно, вне зависимости от моих там личных симпатий или антипатий, что-то сделать в миллионном городе, в котором ЖКХ старело, ветшалось и фундаментально не ремонтировалось все советское время, за полтора или два года достаточно сложно сделать. Для этого необходимо хотя бы 10 лет. Вот тогда будет видна работа. Тогда можно будет подводить итоги. Хорошо. А почему вы тогда считаете, что сможете быть лучшим депутатом, чем те, кто был сейчас? Я себя ни с кем не сравниваю. Я вижу людей. Я искренне хочу им помочь. Я не занимаюсь тем, что поднимаю себя, топя кого-то. Мы говорим о себе. Я считаю, что наши намерения абсолютно искренни. Я думаю, что те проблемы, которые мы у себя отметили и записали, и еще многие другие, будучи в каком-то статусе в муниципалитете, мы сможем довести до конца. Я уверен в этом. Как вы можете оценить кампанию, которая прошла, особенно учитывая особенности новой избирательной системы? По ней никогда раньше голосование не проводилось. Сейчас все будет по-другому. Каждый депутат будет получать этот рейтинг. И в зависимости от того, сколько вы лично голосов наберете у себя на округе, вы станете или не станете депутатом Горсовета. Как вам вот эта система? Как вам эти выборы? Мне все равно, какая система. Она была бы прозрачная и одинаковая для всех. А какая по сути система? Ну, она одинаковая для всех. Посмотрим. Благодаря вот этой системе, достаточно сложной, трудно прогнозировать результаты выборов. Вот в этом едины как бы все. А как кампания прошла у вас лично на округе? Моя? Не только ваша, других людей. В общем, насколько чисто проходил, собственно, избирательный процесс до голосования? Я не могу пока сказать, что были какие-то нарушения. По крайней мере, ко мне лично никаких агрессивных выпадов ни с какой стороны не было. Ни со стороны моих оппонентов, от других партий на округе, ни тем более от людей. Никакого негатива я не испытывал. Все было абсолютно в конструктивном, демократическом русле. Время у нас подходит к концу. И сегодня как раз последний день, когда возможна политическая агитация, предвыборная по закону. Потому что уже после полуночи наступает день тишины. В день голосования тоже агитация запрещена. Я хочу предложить вам воспользоваться этой возможностью и обратиться к своим потенциальным избирателям. Дорогие одесситы, дорогие жители 20 округа Малиновского района, 25 октября прошу вас прийти на выборы, сделать свой выбор, такой, как вам велит сердце. Вы получите три различных бюллетеня. Это мэр, область и город. Одесский порт идет в городской совет под номером 7. Я прошу вас прийти и сделать тот выбор, который вы считаете нужным. Спасибо, что пришли к нам сегодня. И удачи вам на выборах. Напомню, у нас в студии нашим гостем был Михаил Соколов, кандидат в депутаты от партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко по 20 округу Малиновский район. Счастливо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!